Мы к большому горному хребту, вот его и слева, и справа видно горный хребет, называется Гора Кармель В переводе на русский язык Божий виноградник, Керем, это на иврите виноградник, Эль это Всевышний Почему так называется эта гора? Ну, дело в том, что здесь не запамятных времен выращивали виноград и делали из него виноградное вино И вот сейчас, если вы направо посмотрите, виден маленький городок, домик с красными черепичными крышами Это город, который называется Зихрон Яков, и в этом городе находится самая старая винодельня здесь на территории Израиля Винный завод, который называется Кармель Мизрахе, или Восточный Кармель, который был построен на деньги барона Эдмонда де Ротшильда История этого поселочка очень интересная, я вам сейчас ее расскажу А вот сейчас слева от нас увидите традиционные арабские постройки, плоские крыши, черные бочки Это арабская деревня, Фарадис она называется Такая хаотическая застройка на склоне горы, башни миноретов, купола мечетей Евреи и арабы здесь живут нормально, без ссор, без конфликтов Арабы из этой деревни ездят на работу в Зихрон Яков Евреи из Зихрон Якова ездят в арабские ресторанчики, полакомятся их хумусом, фалафелем В общем нормально, конфликтов не бывает Мы потом чуть попозже вообще поговорим о том, когда арабы на этой земле появились Сколько волн было прихода сюда племен арабских кланов Ну а пока давайте немного о евреях поговорим И вот смотрите, справа от нас, вот этот поселочек Зихрон Яков Когда-то здесь в конце 19 века была на вершине этой горы Маленькая арабская деревня, называлась она Замарин И вот приезжает сюда из восточной...